Смысл состоит в том, чтобы выйти на вращение, на ту позицию, которая потом мне обеспечит проведение следующего приема. Часто, когда стоишь в паре с соперником-каротистом, если я отвлекаю его внимание вниз на ноги, он бросает руки вниз и опускается. Это как за правило. То есть, когда я его щупаю, проверяю его реакцию, что он делает, когда моя рука идет вниз. Если он не реагирует на это, я естественно. Дальше. Если он начинает реагировать, руки опускают вниз, это то, что мне нужно. Посмотрите, здесь может идти либо в зубы корпуса, либо за хваст, за ногу, не важно. Главное, у меня в зале стоящая нога загружена, а впереди стоящая нога разгружена, и она создает ось. Если я ножку так поставил, то отсюда хорошее продолжение. Либо сверху, либо снизу, сбоку. Если он разрывает дистанцию на этом движении, то здесь будет либо муакен, либо муакен. Также, на этом движении, перед стоящая нога разгружается, но можно ездить на сюда. Муакен, либо муакен. Вот эту трудность, зачем, что хотел бы сегодня поднять, на мой взгляд эффективно, много раз пробивал, причем с первого раза. Только начинается поединок, вниз сбрасываешь руки, и поединок пять секунд длится. Первое, что я делаю обычно, это перед стоящая рука, все время вперед, идет внимание на голову при глазу. Потом начинаю сбрасывать внимание вниз. Если я проверяю его двигательные реакции, если он на это отвечает, руки опускают вниз, я уже знаю, что третий, каким будет третий движение. Раз, два, три. Раз, два. Вот такая идея. Давайте попробуем. Проглаза. Проглаза. Вот за кицами, тут кицами стоящая нога подходит, при основной шахте оставлю ногу. Ось вращения создаю вот эту. Ну а потом вокруг нее туловище вращается. Давайте с этого начнем. Сажимай. Сажимай. Мы отвергаем соперника на шабарае. И отсюда уже пошла вариативность техники, вот эта вилочка. Что мне нравится. После ашабарай, понятно дело, на Маваши гирю ходит. Вот этот часто используют спешный для боксов. Я не знаю, почему он не использует. Это вот такой удар. Верхний должен. И третий вариант. Показываете одну ногу и выходите на Джудан Маваши. Типа Тоби Маваши. Но... Вот эти вот. Когда вы набрасываете все время. Капаете, капаете, капаете на ногу этим движением. Длительность падает. Потом вы уже в зависимости от того двигательных реакций на ваше движение. Иногда типа стоит ашабарай делать по наценке. Если он не реагирует, то уже стандарт идет. Ашабарай в сторону добивается или... В зависимости от направления вот здесь движения. Если он идет назад, то здесь я буду сзади стоящие ноги его выливать. Если он движется, то если он остается на месте или вообще стоит, то естественно по направлению его пальцев. Если он здесь стоит. Сейчас попробуйте. Раз. Два. Маваши. Второе. Раз. Два. И третье. Иногда, порой, стоит сделать такое движение, как будто вы после этого ашабарай дослабились. И дать ваш блогной сопернику опустить руки, еще что-то. Ищем мы ваши делаем. Кстати, вспомните. Ашабарашидов, он после гидангерии. То же самое можно сделать с Сашей барай. Вот эту вилочку из четырех приемов. Мы его кормим ногу, постоянно даем возможности, чтобы он начинал защищаться, обращая внимание на гидангерии. И в какой-то момент нога переходит на маленький щель снизу. Очень хорошая техника. Сейчас попробуйте. Соперник будет так стоять. Первое движение гидангерии. Второе. Сюда. Гидан. Маленький. Гидангерии. Потом, вот помните на тренировке с соперником, где-то, сейчас потом, где-то получается. Нужно именно вырубить ногу. Он не двигался, потом, он уже начнет реагировать. И когда он начинает реагировать, ваши движения должны именно вот отсюда идти. Вот как вы делаете гидангерии? Точно с такой же участниками должно быть положение. Именно такой вот изогнутый удар. Ты о соревнованиях говоришь или нет? Ты говоришь, что начинает развивать. То есть какой-то повлитет, где можно вот так сделать, и он вот так пойдет. И это нормально? У нас есть раздел правил, где волкики решены. Это тетель или выражающий. Если нет вопросов, то нужно. Спасибо.